Если у нас сегодня Белковский Это так более кисабл, знаешь, вот когда они накрашены, мне так кажется А красные губы это всегда какой-то стоп-знак Станислав Белковский в нашем эфире Как вам губы, Лиза Лазерсон? Не считаете ли вы, что они недостаточно яркие? Нет, ну Лиза Лазерсон сама настолько яркая, что отдельно выделять губы не требуется Спасибо огромное, Станислав Александрович Только что мы обсуждали кризис среднего возраста Ким Чен И на издании Миррор пишет, что он пьет и плачет почти каждый день Что вы можете посоветовать, дорогому нашему, союзничку? Ну, он союзник сейчас в тройне, потому что Российская Федерация хочет навязать Украине корейский сценарий Поэтому все, что связано с Кореей, это по-своему сакрально для нас Поэтому Корея тоже может взять на уровень некоторые российские образцы Потому что зачем пить и плакать? Надо пить и смеяться Это хорошее оптимистичное занятие Я, кстати, подумал себя, что возобновляемый источник энергии – это неплохой слоган для водки Вот зеленая энергетика, она же как-то переливается с зеленым змеем в российском сознании Поэтому мне кажется, что именно при переходе России на рельсы устойчивого развития Именно ставка должна быть сделана на развитие российского чистого алкоголя Да, ты спрашивала, какая я змея, я зеленая змея, я это поняла Ну нет, мы уже знаем, что это желтая земляная змея До зеленой змеи все-таки, Елизавета, вам далеко, простите Икономист выпустил статью о том, что Турция скатывается в диктатуру Буквально Эрдоган же на этой неделе заявил о том, что он планирует выборы президента 14 мая И вот они такой большой профиль написали Почему, оказывается, Турция теперь диктатура? Что это может значить для мира вообще? Ну, Турция не скатывается в диктатуру пока живы некоторые страны Типа Российской Федерации, ее ключевого стратегического союзника Корейской Народной Демократической Республики На этом фоне Реджеп Тайп Эрдоган выглядит весьма вегетарианский Ведь буквально пару лет назад выборы мэров нескольких крупнейших, ключевых и знаковых городов Турции Выглядели, не можете себе представить, оппозиционеры В том числе столицы Анкары, главного мегаполиса Стамбула И горячо любимой всеми нами всероссийской здравницы Анталии Какой кошмар Представьте себе, что вот Навальный выбил выборы Ужасно, ужасно Если не Москвы, то Сочи Я все время на непокойный Борис Ефимович Немцов баллотировался в мэры Это, собственно, является для Редогана главной опасностью Поскольку он сейчас выступает по популярности любому из оппозиционных лидеров Он пытается устранить их силовым путем Вот уже мэра Стамбула, одного из потенциальных претендентов на президентский пост Приговорили к до с половиной годам тюрьмы И не за коррупцию, как вы могли подумать А за оскорбление Центральной избирательной комиссии Которая уязвена в лучших чувствах Это потянуло на два с половиной года тюрьмы Остается еще несколько оппозиционных кандидатов В том числе нынешний мэр Анкары и Мансур Яваш И есть вероятность, что Редоган избавится каким-то силовым путем и от них Но это может повести просто к тому, что любой оппозиционный кандидат Не обязательно раскрученный и знаменитый Может приобрести широкую народную поддержку Естественно, сдвиг выборов на месяц назад Это тоже способ мобилизации Электората действующего турецкого президента Поэтому да, авторитарные тенденции нарастали на всем протяжении правления нынешнего турецкого лидера Но ДРФ и КНДР все же им очень далеко Поэтому экономность может расслабиться Про мобилизацию Патриарх Кирилл призвал мобилизовать своих прихожан Конечно, не в том смысле, но в смысле просто воодушевить их на помощь армии Как вы это прочитываете, эту новость? С глубоким оптимизмом Потому что, учитывая гигантский моральный авторитет Патриарха Кирилла Я думаю, что те, кто и хотел помочь армии, сейчас об этом трижды задумываются Ну, конечно, Патриарх Гундяев мог бы пожертвовать войскам свой бронированный Мерседес Все-таки он является бронетехникой, который так не хватает российским войскам Где-то там в окрестностях Бахмута И чем бы ему не передать его в человека Вагнера Чтобы какой-нибудь боец Вагнера Только что отсидевший половину срока за убийство собственной жены Или кого-нибудь еще из близких родственников А сейчас именно такие люди становятся образцом для подражания В российском обществе они будут героями, видимо, новейшей российской литературы Вот такие братья Карамазовы на фронтахской операции Z Будет очень интересно Или Раскольников Значит, убил старушку, потом отпрился Вагнер Да, вот, так сказать, я уверен, что когда на бронированном Мерседесе Гундяева Вагнеровцы поедут в Бахмут Украинские войска так обалдеют, что могут даже его и подстать немножечко Более, что Соединенные Штаты, вы знаете, советуют Украине отказаться от Бахмута И сконцентрировать все свои силы на наступлении на Допорожском направлении Учитывая, что Бахмут не имеет стратегического значения На это другая ветвь англосаксов, конкурирующая фирма, именно британская разведка Заявляет, что нет, нет, нет Бахмут имеет стратегическое значение, действительно, не имеет, но значение большое имеет Потому что там он позволяет сковывать значительные российские ресурсы, которым Бахмут так уж нужен И, так сказать, обескровливать там самые российские войска А если сдать Бахмут, то обескровливать их будет сложнее Поэтому, ну, это не значит, что Гундяев не должен передать себе свой Мекседес Также он может передать для размещения релакантов из мест боев, из аннексированных Российской Федерации регионов Свою квартиру в доме на набережной напротив Кремля Где он, кстати, бывшим министром, если вы помните, бывшим министром здравоохранения господином Шевченко Который, кстати, стал священником Уйдя с постами министра здравоохранения, Шевченко стал священником Украинской православной церкви Немного, немало Патриарх Гундяев с ним судился, потому что во время что-то ремонта в квартире Шевченко Там летела какая-то пыль И эта пыль испортила драгоценные старинные книги в квартире, в патриаршей квартире В общем, в итоге Гундяев засудил этого несчастного Шевченко Который в этот момент был уже тяжело будет Поэтому эта квартира уже овеяна украинской славой И надо как-то использовать ее по назначению Поэтому само движение души представителя РПЦМП Я приветствую, он должен показать своей пастой Все-таки абсолютно живой пример Возвращаясь к фронту, к этому расколу мнений Нью-Йорк Таймс пишет, что новая, максимально активная, самая страшная фаза впереди И вот наши военные репортуют о движении на запорожском направлении Чего мы там должны ожидать, на ваш взгляд? Помимо, кстати, бронепронированного Мерседеса Который Гундяев передаст для штурма Что у Бахмута, так сказать, видимо, еще предметом мечтания российских войск является, собственно, автомобиль Запорожец Надо войти Поскольку на всякие 600-й Мерседес должен приходиться горбатый Запорожец Кстати, ну, там на запорожском направлении идет разведка боем То есть там нет такого широкомасштабного наступления Кроме того, для российских войск важно, чтобы отвлекать вооруженные силы Украины Опять же от Бахмута и вот от Донецких дел В Донецкой области, а заодно превентивно препятствовать широкомасштабному наступлению украинских вооруженных сил В Запорожском регионе Но, знаете, все военные усилия Российской Федерации разбиваются о недостаточную лояльность российских элит Спецоперации Z, потому что отдельные отряды российских элит просто занялись прямыми диверсиями в последнее время Эти диверсии сразу бросаются в глаза, но видно, что фактически идет шельмование спецопераций Z Это даже возвеличение противника Примеры? Пример, например, автомобиль «Москвич» китайский, он целиком китайский, там как шильдик от москвича Получил название «Москвич-Зе» Это же явно в честь Вадима Александровича Зеленского Ясно, что, так сказать, и мэрия Москвы, которая принадлежит этот завод имени Ленинского комсомола И Министерство промышленности торговли должно ответить, почему «Москвич» называется «Москвич-Зе», а не «Москвич-Пу» Как было бы совершенно логично его назвать Уинни? Уинни-де-Пу? Сатриотическая позиция Ну, Винни, собственно, Винни-Пу, кстати, такая сеть детских магазинов, переименовала Винни, да? Винни-Пу же это тоже по-своему символ Единая Россия, это же медведь Конечно Тотемное животное Поэтому, тем более, «Москвич-Пу» это очень, так сказать, «Москвич-Пу» Да-да-да-да А «Запорожец» как назовем? «Запорожец» сейчас дойдем Какой-то вот Сергей Михайлович Миронов, лидер партии «Справедливая Россия», неожиданно разродился тирадой от прокровового карлика, который несет с собой в могилу тысячи жизней О, да А Лавров что сказал, вы видели вообще? Конечно, никого он имел в виду, да, так сказать, нет Сергей Викторович Лавров, он сейчас больше уходит в еврейскую тематику Вы так это называете? Будучи этническим армянином, он прекрасно помнит культовый анекдот на эту тему Помните, как умирает католикос всех армян? И последняя его заповедь, он говорит, дети мои, больше всего на свете берегите евреев Почему евреев? Потому что, когда расправятся с евреями, тогда уже примутся за нас армян Ой-ой-ой, какой-то анекдот С бородой, а борода Герасимов запрещает вообще-то Но подожди, Кадыров-то защищает? Да, Кадыровский анекдот Значит, насчет бороды, тут, так сказать, значительная часть патриотической общественности как раз за Евгений Викторович Пригожин, в самом деле, что борется некогда во время войны, поэтому борода это хорошо А Александр Гельч-Дугин, он наш ключевой философ современности Он давно уже проповедует теорию, собственно, все проблемы России от того, что в правящем классе не носят бород Правда, частично мы знаем, что бороды носят, потому что борода это фиктивная жена гея, знаете, да? Еще другое название фиктивной жены гея это чайка Борода, что у тебя есть некая история, что у тебя есть жена официальная, да, прикрытие А еще чайка тоже называется, вот фиктивная жена гея, да, чайка, собственно, это, как мы знаем, символ московского художественного театра Да Куда увольняют актеров, опять же, за нереальные спецоперации Z, поэтому на мхаттерском занавесе все это выглядит на сегодняшний день достаточно двусмысленно Надо Константина Юрьевича Хабенского, как ведь обратить внимание на то, чтобы эпоху борьбы с ЛГБТ, КВ плюс сообществом иметь логотипом чайку Это, так сказать, лучер бордом на худой конец Да Но, понимаете, тут все же это еще спряжено, то есть Сергей Викторович проповедует тезис о том, что русские это гонимые евреи наших времен И тут, поскольку в системе образования в сейс-спецоперации Z происходит мощнейшая перемена, обращаю ваше внимание, тут все сходится один к одному Во-первых, на уходящей неделе было заявлено, что вернувшиеся с фронтов ветераны спецоперации Z в основном бойцы Вагнера будут преподавать в школах ОБЖ Обеспечения нет ли, как называется, да? Да, безопасности Безопасности, про которую Сачков, кстати, говорил Ну, учитывая состав ветеранов спецоперации, боющих под подзнаменами Вагнера, было бы логично еще ввести в школьную программу предмет АУЕ Вот у вас сейчас за пропаганду запрещенного в России сообщества или как субкультуры, вот у вас и все То есть как же оно запрещено, когда вот, пожалуйста, оно идет, оно составляет цвет российских вооруженных сил Так оно называется уже по-другому ОБЖ теперь Ну, это можно как-нибудь переименовать, но дело в том, что действительно русский человек должен быть готов к тюрьме, реально? Как и к сумме Ну, к сумме его готовит экономическая продуктивная политика российских властей А, так сказать, как раз школа, к чему она должна говорить, к войне и к тюрьме, а не заниматься всякой ерундой Собственно, так и идет оптимизация или программа по литературе, как мы сегодня знаем, единороссы предложили исключить из программы архипелаг ГУЛАГ Александра Анатольевича Солженицына И я считаю, это очень хорошая новость Потому что всякое дело должно быть в эпоху заката каких-нибудь империй, систем, режимов Этот режим просто обязан довести до обсуждения, о чем он занимается И поэтому, чем больше таких признаков того, что до абсурда все и доводится, тем оптимистичнее мы должны смотреть на это дело Тем более, что зачем в современной программе архипелаг ГУЛАГ Тем более, что, в общем, когда уже становится понятно, что сначала попасть в тюрьму, а потом на войну Это и есть главное предназначение русского человека Иначе ему жить незачем Поэтому надо как-то переписать архипелаг ГУЛАГ Причем это можно обеспечить юридически Вот вы знаете, что Роман Аркадьевич Абрамович несколько лет назад выкупил, погасил пятничные долги Федора Михайловича Достоевского В Баден-Бадене, кажется, да Тем самым он в порядке регресса может подать иск и объявить себя сааппором Романов-Достоевским Таким же образом нужно как-нибудь в каком-нибудь приделах сааппора Александра Исаевича Солженицына Задним числом какого-нибудь российского патриотически настроенного олигарха И переписать архипелаг ГУЛАГ, показав, что ГУЛАГ это со огромным знаком плюс Советские люди мечтали оказаться в ГУЛАГе, и многим из них это удалось Потому что вся практически официальная российская пропаганда сегодня не построена На том, что самое достойное сначала идешь в тюрьму, потом отправляешься на фронт борьбы с нацистами и наркомами Как Пригожин хочет Если совсем тебе повезет, ты там погибнешь Но если не совсем, вернешься и будешь преподавать в школе ОБЖ и сопутствующие предметы А заодно пойдешь в Государственную Думу, поскольку уже резервируются квоты Преступление и наказание, кстати, для этого в этом смысле отлично заканчивается Там же в тюрьме непонятно, есть ли раскаяние Абсолютно, да Кроме того, конечно, в школьной программе должны быть сделаны акценты на произведениях Которые отражают не только смысл, но и дух спецоперации Z Таких произведений как минимум два, три я вижу Это бессмертные романы Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» Там просто вот все, что в них происходит, это и есть спецоперация Z, одна огромная Потому что, например, вы помните, как ваша политическая креда всегда Россию навсегда, правда, абсолютно Или там это все в главе союз Меча и Орала А вот все, так сказать, войско сторонников спецоперации Z Это и есть большой союз Меча и Орала И там Оставов Рогимович Бендер-Бей Там Галкин тоже есть, помните? Галкин, Малкин, Палкин, Чалкин и Залкин Да, безусловно Они, значит, Оставов Рогимович там собирал деньги на детей Помните, в своем Меча? Да, да, да Дети этого не забудут, дети вас не забудут, он говорит Вот дети вас не забудут, это то, что проповедовала на днях бывшая Уполномоченная по правам ребенка, а ныне вице-спикер Государственной Думы Анна Кузнецова Которая предлагала отобрать квартиру релакантов Нелояльных спецопераций Z, отдать их все равно Абсолютно, Оставов Рогимович в чистом виде Ну и, конечно, Барон Мюнхалдин Бессмертное произведение господина Распо Автор книги про Барон Мюнхалдин Классической Потому что вся нынешняя пропаганда спецопераций Z состоит из одного хвачного Мюнхалдина То он кто-то летит из пушки на Луну, а тот вытаскивает себя из болота за волосы Спикер Государственной Думы Вячеслав Викторович Володин Кажется, чуть ли не сегодня Или вчера заявил, что все Сейчас, если еще будут поставки вооружения Украине Тогда придется, поскольку российское оружие Технологические совершения западного А это Мюнхалдин в чистом виде То, значит, будет нанесен удар И, в общем, Запад будет, условно, уничтожен Это уже цитата не из первозданной книги Распе о Мюнхалдине А из культово-советского фильма Тот самый Мюнхалдин Марка Анатольевича Захарова По сценарию Григория Израильевича Горина Где, собственно, Берон Мюнхалдин предъявляет ультиматум Англии То есть у Володина это такой фанфик, да? Да, абсолютно Предъявляет ультиматум И, так сказать, все находятся в ажитации по этому поводу Естественно, испугавшись, Англия полностью удовлетворяет ультиматум барона Мюнхалдина Вот тут все, так сказать, тут и сознательно, и бессознательно идет следование этим великим образцам Также из ключей арки Пелаг Гулага тут был предложен И, кажется, Владимир Владимирович Путин лично об этом говорил Как крупный литературовед в наших дней Он все-таки следует здесь ролевой модели Йосифа Фессарионовича Сталин Товарищ Путин, вы большой ученый, во всем познавший толк А это, как раз, очень хорошо звучит в устах вагнеровца, это стихотворение А я простой российский заключенный И мой товарищ, кто там, какой серый царский волк Потому что царские волки, это... Да, Рогозин, с пушкой которой тоже, кстати Да, и с пушкой, ну, абсолютно Это относится к Рогозину Правда, и с французской головы, это Цезарь Он, так сказать, удалился в объятия своего космоса персонального Как говорил Федор Михайлович Достоевский, опять же, которого тоже надо подвергнуть ревизии с помощью Абрамовича Чтобы Раскольников и братья Карамазова отправлялись на спецоперацию ЗЭП в финале И так далее И только князь Мышкин, будучи полным идиотом, едет в Западную Европу обратно А тот, кто не идиот, безусловно идет погибать за Владимира Ивановича Путина Вот И на чем у нас мысль? Рогозин убивает, убивает Настасья Филипповна, садится в тюрьму Достоевский говорил, что из русского хаоса образуется русский космос Вот мне кажется, это в игроке он такой говорил И как раз это был прекрасным слоганом Роскосмоса Жалко, что там уже не Рогозин, не такой колоритный персонаж А несколько более тусклый Юрий Борисов, который сейчас судится с матерью своего младшего сына за какие-то жуткие миллионы Видимо, однажды непосильным трудом на постах заместителя министра обороны и вице-премьера ОПК, а теперь глава Роскосмоса Но это был бы с ним Было бы правильно, чтобы он, окончательно отсудив у матери своего сына и маленького сына эти миллионы, передал их Патриарху Гундяеву А тот мог бы купить себе новый бронированный Мерседес вместо того, который он подарит Варнерсам для штурма Бахмута Но вот Владимир Владимирович Путин лично предлагал еще вернуть, вставить в школьную программу молодую гвардию Фадеева И с чем я вспоминаю один ОПК, в который рассказывал Илья Оренбург Не лично мне, конечно, потому что я родился несколько после смерти экспорта Оренбурга, а родным людям И где-то он зафиксирован в письменном виде Достоверность этого ОПК, я, естественно, не подтвердить, не опровергнуть не могу Звучит он так, что автор романа «Молодая гвардия» товарищ Фадеев Почему? Он ушел незадолго до гибели в финальной мощной запой Который закончился его самоубийством А что подтолкнуло его к этому финальному мощному запору? Он был с делегацией советских писателей в Аргентине И вот в какой-то момент они сидят в ресторане с аргентинскими товарищами и коллегами И вот заходит некий джентльмен, подходит к Фадееву и говорит «Стэй Фадеев, я Олег Кашевой, герой вашего романа «Молодая гвардия» И со мной случилось не то, что вы написали в романе, а немножко другое Я ушел вместе с немцами и в итоге оказался в Аргентине Вот это произвело на поделе такое впечатление, но далее подтекст Это, мне кажется, тоже надо как-то вставить в «Молодую гвардию» Тем более, что Россия сейчас хочет укреплять свое присутствие в Латинской Америке Президент Венесуэлова не Космодора предложил какой-то создать альянс союзников России и Китая Правда, хочет ли этого Китай пока неизвестно Россия хочет, потому что она всячески стремится показать, что она не осталась в полном одиночестве Вопреки всем детоническим усилиям Владимира Путина по обеспечению этого Обеспечить Сынсав Александрович, а вот учитывая такую власть Хаббада и вообще еврейских организаций Которые у нас с помощников Патрушева снимают вот так вот по щелчку пальцев Будет ли пересмотр Достоевского и его наследие как антисемитской литературы? И исключенную шкупу? Какой-то антисемитизм, ну что? А как старушка-проценщица? Она была совсем как еврей, поэтому ее никому не жалко Нет, тогда сейчас, поскольку русские становятся евреями, по версии Сергея Викторовича, не только другие кремлевские пропагандисты тоже начинают говорить, что все это, так сказать, то, что творит Запад с русскими, это попытка Холокоста, уже, так сказать, аналог полный То мне кажется, в школах нужно ввести изучение ТОРа Да По израильскому принципу, пока ты учишь ТОРу, ты получаешь отсрочку от мобилизации, поскольку сам факт изучения ТОРа, он способствует успеху спецоперации ЗЭП Конечно, можно на Красной площади еще молиться, там что же, там почти стена плача есть Ну, там на стене плача, там и комната смеха Да Возьмите мавзолею Владимира Ильича Ленина Потому что, когда, так сказать, кто-то хочет порадоваться успехом российских войск на фронтарской спецоперации ЗЭП, заходишь в мавзолей и прямо на грубом борде можешь хорошо посмеяться На самом деле у меня очень важный вопрос на почве того, что мы обсуждали с тобой вчера Станислав Александрович, а вы какую роль играете в мировом правительстве тайном? Не, я вообще не знаю его существования, а что там? В смысле? А мы вчера назначали просто всех, предлагали должности, назначали всех Ну, а кто там в правительстве? А вы кем бы хотели быть? Ну, Соловей, конечно Там уже есть Соловей Соловей, Потапенко, Потапенко стандартизацию, чтобы везде розетки были одинаковые, чтобы меры веса были там не дюймы и сантиметры, а все, что было унифицировано Стандартизировано, да Чтобы все по одной стороне ездили Соловей мы не знаем, кто будет Соловей он сказал, что он будет петь Так что Потапенко стандартизирует, Соловей поет Мы с Лизой, видимо, отвечаем за информационную политику тайного правительства А вы? Да, как говорил один, так сказать, мой приятель, известный российский философ Всемирное же домосонское правительство, безусловно, существует Но его члены могут не только не знать друг друга, но и жить в разное время В разные времена Поэтому я, безусловно, я, с вашего позволения, возглавил бы системную оппозицию вашему всемирному правительству Браво! Браво! Вот у нас уже первые враги появляются Я... Не враги Системную оппозицию игрушки А, ладно, хорошо, тогда нормально Его посадим сразу Тогда, например, если вы хотите подсидеть с профессора Соловья То вы мне там сливаете Договоримся Я его оглашаю, да Тогда не будем сажать Хорошо У профессора Соловья, например, есть небольшой 6 соток и дачный домик в Геленджике Недалеко от Макиды Говоря о Торе, такая вышла книжка у англичанского пастора Джона Бартона Называется слово про то, что, оказывается, все Библии-то неправильно переведены И истины нет, говорит он буквально Эквивалента нет переводческого А знаешь, что у всех немножко своя Библия Вот так вот, сатанисты Нет, я думаю, что в рамках школьного курса изучения Тора, дающего отсрочку от мобилизации, все, так сказать, это решится Кстати, Израиль сейчас тоже озабочен тем, что русские превращаются в евреи, в стремительном домкрата Потому что вот новое правое правительство, которое в Израиле сейчас пришло к власти, там сидят ультра-ортодоксы, религиозные сионисты, крайне националистически настроенные Они действительно задались вопросом, как так получилось, что огромное количество русских, этнических русских, не имеющих отношения к евреству, получили израильские паспорта Поэтому здесь, так сказать, все в духе Сергея Викторовича Это кто это, например? Чубайса и Авдотья Смирнова? Они русские? Что, нет? Не знаю А чубайс не может быть евреем? Евреем может быть, как сказал Сергей Михайлович, у любви Конечно, он мог ги-юр, просто обрезание ги-юр, все понятно, все известно, вся схема Обрезание ги-юр действительно как-то нужно активно потековать тоже в российской системе среднего образования, действительно А компромисс с бородами должен разрешиться совершенно очевиден Надо все-таки, чтобы каждый, кто отправляется на украинские фронты, опрачивал пейсы И воевал в шляпе Мне другое слово послышалось, да Извините, пожалуйста Станислав Александрович, можете ли вы объяснить те мюнхгаузенские пушки в центре нашей прекрасной столицы? Да, там вырубают парки То перед Новым годом вырубили 4 гектара на Лосином острове А сейчас вырубают Измайловский парк, прямо на наших глазах И там тоже устанавливают комплексы ПВО Ну потому что, знаете, вдруг неожиданно стало понятно, что если украинский дрон Какой-то там советского производства, то есть не за памятных времен Долетел до стратегического аэродрома в Энгельсе, в Саратовской области Что, например, не очень близко к украинской границе И повредил там два стратегических бомбардировщика После чего человек пришлось перебрасывать за Урал в панике Ну то, собственно, и до Москвы можно долететь все, что угодно Думаете, это не запугивание, а правда защищаются? Ну а как же это? Нам сейчас на каждой точке будет стоять комплекс ПВО Я думаю, что всем просто россиянам по списку будут выдавать зенитно-ракетные комплексы Игла Также для размещения ПВО возможно, так сказать, в развитии идеи госпожи Кузнецовой О детях, поскольку, как говорил тот раз Остап Абрагимович Бендарбей Помните, милиционеры могут быть рядом к детям, поэтому плата за вход в провал для них льготная Плата за вход в провал спецоперации ЗЭТ у нас точно льготная Тариф, то в квартирах релакантов, куда будут заселять сирот Нужно сразу установить и комплексы ПВО тоже И сироты будут жить с комплексами ПВО Это, так сказать, только детям присущи разные комплексы Особенно растущим в таких сложных условиях, в такие тяжелые времена В общем, это и не комплексы ПВО Нам пишут, что Мюнхгаузен экономически, это про то, что танки и ракеты поднимают экономику КПСС уже это делал 30% бюджета на вооружение Вы как вам кажется, вы так критикуете, а у нас, может быть, экономика забустится только таким образом Через расходы на оборонку Ну да, конечно, это, так сказать, танки Там, опять же, Владимир Ирдольфович Соловьев Тоже воплощение, превращение русского в еврея обратно С последующим разоблачением Он говорил о том, что русские танки сейчас должны войти в Берлин и Париж И больше оттуда никогда не уходить Видимо, это глубокая метафора Это уже в рамках фронта Скрытый, как у Сергея Михайловича Миронова с кровавым карликом И у Сергея Семеновича Собянина с русским свечом ЗЕ вместо ПУ Потому что он именно намекает на танки Т-14 Армата Которые, в принципе, не заводятся Поэтому, если их как-нибудь доставить до Берлина из Парижа Они точно оттуда уже никак не уйдут Они просто будут артефактами Такие будут предметы современного искусства Можно доставить их на Венецианскую Бгенале Или на выставку документов в Касселе Где, я уверен, в качестве произведений Современного российского искусства Они получат высочайшую оценку И, может быть, даже утешительные призы Это старый анекдот со советского времени Как в Париже на площади Согласия Стоит бочка с солеными огурцами И что на ней написано, загадка Посол Советского Союза Мне хочется такой звук Тогда уж, раз у нас такие шутки пошли Немножко, простите, я очень громко Немножко пропу мы с вами начали Россиянам грозит штраф до 450 тысяч За неправильное обращение с навозом Что это? В чем смысл сакральной этой инициативы? Понимаете, россиянам... Ты пытаешься сделать так, чтобы... Бережно, бережно с навозом Стоит Слав Александрович растерялся, да? Да, у меня получается Безусловно, я растерялся, потому что это масштаб Понимаете? 450 тысяч... Нет, ну а что у россиянина еще останется в жизни? Понимаете? Ведь тем самым подчеркивается, чем является россиянская жизнь Если ты находишься ни в тюрьме, ни на фронте Она, в общем, является одним сплошным дерьмом С которым нужно быть бережным Да, метафорический смысл С этим дерьмом нужно обращаться бережно и умеренно А если ты не можешь справиться со своим собственным дерьмом И не отправляешься при этом ни в тюрьму, ни на войну, то платить 450 тысяч рублей С глубиной этой мысли я полностью солидарен Спрашивается, Исаф Александрович, закроют ли Ютуб в России? Ну, опять же, по старому анекдоту Как армянское радио спрашивает, будут ли при коммунизме деньги Армянское радио отвечает, что на эту тему есть разные точки зрения Китайские оппортунисты считают, что не будет И югославские ревизионисты, что будут А наша партия подходит дилектически У кого-то будут, у кого-то и нет Пока не закроют Но если и закроют, то для элит он, конечно, останется Потому что так вот российская страна наша устроена Что элиты живут в одном мире А широкие народные массы совершенно в другом Твиттер и Фейсбук разрешил женщинам Показывать голые соски наконец-то И вот насколько это Поможет нам разблокировать Ютуб, о господи, Инстаграм и Фейсбук Потому что чиновникам, вероятно, захочется Наконец-то там посидеть Нет, ну, во-первых Пент уже в России не упраздили Поэтому голыми сосками можно наслаждаться Опять же, это нога У кого надо нога? Зачем? Если весь народ будет наслаждаться голыми сосками То жизнь уже не будет когда-то с таким дерьмом И никто не заплатит 450 тысяч рублей В штраф Нет, мне кажется, и российская экономика Никогда не поднимется из руин Станислав Александрович, спасибо вам огромное Ставьте, пожалуйста, лайки Станислав Александрович Белковский И подписывайтесь заодно на телеграм-канал Белковский Который полностью делается искусственным интеллектом И является моим Белковского генеральным Если вам недостаточно Белковского Переходите по ссылочке в описании на мой канал Там есть классное интервью с Белковским А оттуда можно попасть на канал Белковского В общем, если вы хотите погулять по Ютубу Вот там вот внизу есть всякие ссылочки Тыкайте, переключайтесь А голые соски только в Инстаграме у нас с Лизой Наш общий Инстаграм, вы просто его еще не видели Мы скоро опубликуем ссылку на него Тогда уже в следующий раз вы можете обойтись и без меня Поскольку рейтинг будет зашкаливающий Спасибо огромное Мы вас покидаем Вернемся к вам через две недели